Козероги, приветствую вас, мои дорогие. Этот расклад ваш на октябрь месяц. И первая карта, мои дорогие, для вас, Верховная Жрица. Верховная Жрица показывает то, что уже на начало месяца октября, благодаря вашей мудрости, благодаря то, что вы именно наполнены внутреннее состояние, у вас вот идет то, что вы спокойны, вы мудро оцениваете ситуацию, вы начинаете, знаете, для вас вот именно вот люди-козероги, как бы именно октябрь месяца больше вы будете смотреть на ваше состояние внутреннее. Вот знаете, не то, что, конечно, финансы тоже важны, но больше вы будете даже, может быть, какие-то отношения смотреть, то, чтобы вы наладили, то, что для вас как будто было, знаете, здесь скрыто, то, что вы не могли сделать в прошлом. Следующая карта, мои дорогие козероги, для вас, это Паш Кубков. Паш Кубков, почему я и говорю, что для вас откроется, может быть, для кого-то то, что здесь откроется даже какая-то тайна, что есть третий человек ваших отношений, то, что здесь, или вы можете быть, то, что вы как бы третий человек у кого-то в отношении, или у вас это может быть, то, что вот как бы есть третий человек. Следующая карта, мои дорогие козероги, для вас, Шестерка Кубков. А Шестерка Кубков и показывает то, что здесь есть человек из прошлого, здесь может быть еще тайна, кто-то может быть вам написать именно тайна из вашего прошлого, где у вас были какие-то отношения, но отношения были легкого формата, то, что у вас было, ну, вам хорошо, какой-то отдых, какое-то веселье, именно вот как будто из прошлого, может быть, именно на началом октября появится в вашей жизни. Но здесь может быть тоже тайна, как бы написать вам, может, вот как бы не будете разговаривать, но, а именно вот написать тайна. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, это карта Сила. Вам нужно, знаете, вот даже если что-то, кто-то появится в вашей жизни на начало месяца октября, на середине вам даются высшие силы, говорят, начинайте вот мягко реагировать на то, что человек появился в вашей жизни. Начинайте контролировать. Знаете, у нас у каждого человека есть наш зверь, который он внутри. То вот если вы научитесь вот этого именно зверя, вот мягко относиться к ситуации, то, что человек появился, то, что человек написал вам, то, что, ну, это должно было так, что вот, ну, то, что человек дал о себе знать. Вы должны как-то, именно середина вам дается, чтобы вы, потому что если вы начнете именно вот то, что внутри состояния ваше, вот корректировать, то у вас вот больше идет как бы больше мудрости, вот больше вы становитесь даже сильнее, так я скажу так. И здесь может быть для кого-то появятся новые какие-то отношения, может появиться вот. Следующая карта, мои дорогие козероги, для вас это шестерка жезла. Шестерка жезла, почему я сказала здесь, что вы становитесь мудрее и умнее? Потому что если вы начнете вот именно ваше состояние внутреннее правильно, вот, ну, у каждого из нас есть какая-то, знаете, вот, то, что мы быстро хотим, мы что-то хотим достичь быстро, то здесь показы для того, чтобы вы достигли эту победу на середине октября, научитесь правильно к себе относиться, научитесь вот контролировать ваше состояние внутреннее. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца и тройка кубка. Опять выходит тройка кубка. Я поэтому говорю, что именно может для кого-то появится человек, где были как третий лишний, я так скажу. И вам высшие силы подсказывают для того, чтобы вы начинали правильно оценивать ситуацию, что из-за того, что если вы начнете сейчас что-то быстро сделать по поводу того, что вот он мне написал или вот она мне написала, вы можете, вот, вы можете чего-то потерять в вашей жизни. И вот вы можете потерять, потому что вот именно вот опять у вас начнется этих эмоций, вот эти вот, вот именно вот эти состояния, которые ни к чему хорошего, как бы не приведут. Поэтому здесь я могу сказать, что вы должны чуть-чуть вот убрать, вот вы должны успокаивать именно внутри себя вот эти эмоции. Следующая карта, это на конец месяца, мои дорогие, это карта умеренность. Карта умеренность, контролируйте, контролируйте именно внутреннее состояние, потому что вы на конец месяца должны уже к середине показывать, что Высшая Сила вам дает эта помощь, то, что вы не потеряли эту победу, которую уже вы держите в руках, вот то, что вам дается вот это по умеренности обдумать. А стоит мне выйти, ну, сделать еще один шаг? Стоит дать этот шанс еще, второй шанс человеку? Или не стоит? Но здесь все зависит только от Вас, мои дорогие Козероги, потому что никто другой, как мы, не можем что-то как бы менять. Только мы сами должны что-то. Нам могут вот дать эту помощь, нам могут какие-то советы, но мы сами должны вот какой-то ситуации, это сами мы должны решать. Следующая карта, мои дорогие, это карта пятерка жезла. А пятерка жезла для того, чтобы здесь могут быть в конец месяца у Вас появятся какие-то люди, где могут Вас вывести на эмоции, для того, чтобы Вы реагировали, чтобы Вы что-то сказали, чтобы Вы как бы что-то сделали. Я скажу так, контролируйте все для того, чтобы не потерять вот именно Ваш баланс, который у Вас есть он. Следующая карта, мои дорогие, мы возьмем карта совета, что Вам высшие силы подсказывает на конец месяца октября, мои дорогие козероги. Подвешивайте. Вот именно если какие-то люди, вот именно прошлые, закрывайте эту ситуацию. Дайте ее в сторону для того, чтобы Вы не потеряли Ваш контроль. Потому что если начнется у Вас опять внутри кипеть вот эти эмоции, Вы можете потерять то, что на данный момент у Вас оно есть. Конечно, мои дорогие козероги, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не потерять следующее видео, подписываемся на канале.